МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, мы все уже заразились, все переболели. Это данность, эта жизнь переболеет. Все, я этого не боялась. А вот когда ты не можешь помочь, это да, это страшно. Стационар в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации первым в области принял пациентов с COVID-19. Ремонт за две с половиной недели. Оснащение по последнему слову техники. Но вопрос, как лечить, оставался открытым. С такой инфекцией мир столкнулся впервые. Вы, наши медики, надели маски, как забрала, и вышли на передовую борьбы с коронавирусом. Рискуя жизнью, рискуя своим здоровьем, вы спасли тысячи, наверное, жизненных людей, которые прошли через ваш госпиталь. Переболели многие сами. Пульмонологу Татьяне Белык повезло. Она уже год в красной зоне, но в отличие от большинства коллег, не переболела. Впрочем, на везение она не привыкла рассчитывать, поэтому решила привиться. Я не переболела. Я уже год в красной зоне. И, как большинство моих коллег, не случилось переболеть. Поэтому, да, я вакцинирована. Достаточно много больных, в том числе молодого возраста. Это не обязательно группы риска. Поэтому я думаю, что вакцинация все-таки нужна. За самоотверженный труд. В этом случае это не просто слова. За год работы звенегородские медики оказали помощь 15 тысячам пациентов. На нагрузку не жаловались. Принимали самых тяжелых. Это как синусоида. Кажется, что легче, а потом опять какой-то новый случай, какие-то новые заваливания, возможно, новый штамм или что-то. Пациенты более тяжелые. И ты опять начинаешь мозговой штурм. Ага, а здесь как? А вот это как? Какие лучшие анализы? Какое лучше лечение? Нет такого понакатанной. Вроде кажется, что ты начинаешь работать понакатанной, но всегда случается такое бамс, и нужно что-то новое придумать. Самое мощное в Подмосковье – реанимация. Но без потерь не обходилось. И это самое тяжелое, признаются врачи. Все это в работе. Пока не осознаешь это. Но все равно помним всех своих, к сожалению, скончавшихся пациентов. И я думаю, что они навсегда останутся в памяти, к сожалению. После награждения все разойдутся по своим делам. Кто-то вернется в красную зону, а кто-то пойдет домой отдыхать после смены. Пациентов в больнице снова много. Поэтому просьба одна – беречь себя. Носить маску – это обязательно. Она вас не спасет, но она снизит вирусную нагрузку. Вы получите меньше дозу вируса, а значит, меньше переболеете. Вакцинация. Если у вас нет отентеала, если вы болели, то, естественно, лучше провакцинироваться, чтобы у вас возникли отентеала. Это не дает гарантии, что вы не заболеете, к сожалению. Возможно, вы заболеете. Но заболевание будет протекать в легкой форме, и вы сможете его вылечить в поликлинике амбулаторного терапевта по месту жительства.